Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В 26 лет я познакомилась с очень влиятельным человеком на работе. С начала нашего знакомства я не думала, что полюблю его, но у него была ещё другая женщина. Я очень хотел ребёнка, но также мне нужно было разобраться в своих чувствах, так как у меня был первый молодой человек, которого я тоже любила, но мы были на тот момент не вместе. В общем, я хотел увидеться с ним и разобраться в себе и своих чувствах. Там я поняла, что люблю именно его, а первого парня отпустила. Мы с ним снова были близки на тот момент. Это было во дворе его дома, а потом женщина, которая, я не знаю, натравила на меня охрану. Мне было очень больно, меня избили, приехало много служб, полиция, а он так и не вышел и не позвонил мне. Если учесть, я много помогла ему и знала его людей. Меня избил мужчина, это было очень удивительно. Как вы считаете, почему он не дал себе знать, из-за что со мной такое сделали? Я не знаю, был ли он дома в тот момент или нет, но даже окружающие люди поняли, что я влюбилась. Меня просто слёзы текли. Я надеялась, что он видит. Меня били в тот самый момент, когда я поняла, что он мой человек. Я сама даже не ожидала. Почему так происходит, когда человек любит кого-то, открывается и его бьют? Это было ужасно. На меня кидался просто озверевший человек. Даже если его не было дома, а номера его у меня нет, знает ли он об этом? Почему он мне не перезвонил сразу? Я написал в полицию за бездействие сотрудников. Неужели он такая мразь? Я хотел от детей. Сейчас прошло время, и я понимаю, что нормальный взрослый человек позвонил бы и хотя бы поинтересовался, как я себя чувствую. Я думал, чтобы узнать мой адрес, так как меня привозили с работы домой его люди. Я была очень сильно перепугана. Меня чуть не убили просто так на улице, и передо мной никто не извинился. А так всё красиво начинало. С романтической встречи в кафе. Неужели он меня просто так взял и забыл? И женился на другой? Говорят, что из-за денег я простая, но если учесть, что он важная персона. А я юная тогда очень была, чтобы трезво взглянуть на человека. Зачем мне дали это чувство, если я не знаю человека? Как правильно поступить? Что мне делать? Я тоже не знаю. Конечно, может быть, человек позвонил, но я была набукана и не брала трубку. Что мне делать? Была явная симпатия и ситуация, которая показала, что у него нет близких людей. Я не делал ничего плохого. За что со мной так? Я думаю, что основными характеристиками вашего сообщения является острая травмированность тем, что произошло и общая потерянность, которую вы чувствуете. На мой взгляд, эта потерянность была с вами и раньше, до того, как вы встретили мужчину и, может быть, даже до того, как встретили другого молодого человека, первого, о котором вы написали. Вообще, у меня есть ощущение, что вы пытались найти опору, что в первом молодом человеке, что во втором. А в этом, может быть, и нет прямо-таки ничего плохого в том, что вы, ну, искали опору. В этом нет ничего плохого, но это произойдет из того, что в себе, к сожалению, опору вы не видите. И в этом, пожалуй, заключается основная беда и проблема. Я бы сказал, помимо всего прочего, я бы сказал, что вам сложно посмотреть на себя и на свою реакцию. Как будто бы, то есть, сложно обнаружить в себе, допустим, чувство злости, сложно обнаружить в себе, допустим. Чувство боли, сложно обнаружить в себе, ну, скажем так, какой-то, ну, какой-то противовес, что ли, тому, что с вами произошло, и тому, что, условно говоря, с вами было сделано. То есть, вы не обнаруживаете в себе, ну, скажем так, определенных, если угодно, здоровых реакций на то, что, как с вами поступили. То есть, как будто бы вы не злитесь, как будто бы вы не отталкиваете внутренне этого человека, даже несмотря на то, что произошло, например, например, на то, что он, условно говоря, сделал или не сделал. То есть, вот в этом смысле вы как будто бы не находите в себе, лично в себе, определенных реакций. И очень было бы важно увидеть, почему. А то, что, ну, по сути, то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, да, это нормально. На мой взгляд. То есть, в этом нет чего-то аномального, я имею в виду испуг, какие-то вот сомнения, какие-то... страхи, какую-то потерянность, вот. Но, что лично меня смущает в вашем тексте, так это то, что вы спрашиваете, за что. То есть, вот эта вот, эта история про за что, она меня немного смущает, потому что, как мне видится, вы ищете объяснение тому, почему человек поступил так. Как бы, как бы, предполагаешь, поэтому есть какое-то объяснение. И вы, на мой взгляд, на полном, ну, на полном серьезе думаете, что с вами может быть что-то не так. С вами может быть что-то плохое. То есть, вы можете, можете быть какой-то не такой. И вот, пожалуй, в этом заключается основная проблема. Как мне кажется, по крайней мере. В этом заключается основная проблема и основная беда. Вот. То есть, вы как-то готовы к тому, что вас отвергнут. То есть, вы готовы к тому, что вас отвергнут. Вы готовы к тому, что с вами что-то не так, по сути. И вот это, пожалуй, что является, конечно же, тем вашим собственным внутренним конфликтом, который, на мой взгляд, и порождает все эти ситуации. То есть, условно говоря, ваше стремление к какому-то романтизму, да? Например, не вера в то, что человек может быть таким, как он есть, да? То есть, вот, ну, условно говоря, поступить, да, так как он поступил и так далее. Как мне кажется, это вот как раз-таки некоторая такая оторванность, что ли, от себя. То есть, вы себя, вот, не слышите, как будто бы, и вот вам бы научиться себя слушать. Исходя из вашего сообщения, я бы сказал, что не случайно, по крайней мере, на мой взгляд, вы не знаете, что вам делать. то есть, вот, не случайно вы не знаете, или не случайно вы не понимаете сейчас, что вам делать. Давайте просто подумаем, а что вам делать, для чего? что бы, что бы, что бы, что? То есть, вам нужно, ну, наверное, обнаружить, себя, как бы, чувствующей, что-то, к человеку, по крайней мере, сейчас, обнаружить, что-то, ощущающей, по отношению, к, человеку, для того, что бы, что-то, для себя, решить. но, сейчас, ничего такого, не происходит. Сейчас, ничего такого, нет. Отсюда, важно, как бы, потерянность, получается. Ну, и повторюсь, вы достаточно, остро, травмированы, на мой взгляд. Вот. Вы достаточно, остро, до сих пор, э, свою, травму, э, переживаете? Вы до сих пор, свою травму, э, переживаете? э, вы, э, чувствуете, э, ее, э, вот. И, соответственно, э, здесь, на мой взгляд, э, так же, так же, нужно, э, так же, надо, ну, смотреть, как, и что вы, на самом деле, чувствуете. То есть, такое ощущение, что, вот, все, что вы, на, сегодняшний день, испытываете, это результат, именно, травмы. То есть, мужчина, которого я, вот, так вот, ну, например, э, допустим, идеализировала, к примеру, так, а, как-то, думала о нем, вот, э, ну, то, что, то, что, то, что думала. вот, вот, как он мог так поступить, то есть, для вас, а, судя по всему, сейчас, как-то, вот, разочароваться, означает, в человеке, означает, разочароваться, в, а, в себе самой. вот, ну, на мой, опять же, взгляд, повторюсь, по моему, опять же, мнению, повторюсь, вот, но, как будто бы, мы, пока, это, поэтому, я думаю, что, в первую очередь, вам, нужно, а, поработать, с вашей, драмой, которую вы, получили, вот, прожить ее, а, дальше, уже, смотреть, в сторону того, куда вы, хотели бы, двигаться, вот, ну, в каком, в каком, в каком, в каком направлении, вы бы хотели двигаться, вот, и так далее, и так далее. То есть, вот, опять же, как бы, для меня, это выглядит, вот, на данный момент, так. сейчас, вам нужно, прожить, вот эту, боль, которая, у вас, как мне кажется, присутствует, вот, боль, и боль, 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 ну, абсолютно, естественная, абсолютно, нормальная, то есть, то есть, вам бы, вот, как-то, посмотреть, может быть, в сторону того, а разрешаю ли я себе, чувствовать все, что, ну, все, что ощущал, вот, то есть, разрешаю ли я, разрешаю ли я, эм, себе злиться, когда, когда я злюсь, разрешаю ли я, чего-то, чего-то, не хотеть, когда я не хочу, вот, и так далее. На мой, на мой взгляд, как вот, мне видится, этого вы не делаете. И, отсюда, в позициях, как бы, снизу. То есть, не знаю, замечаете вы или нет, но, как будто бы вы, изначально, ну, вот, к этому мышине, да, были настроены, настроены, так, таким образом, что вы ниже. вот. Хочется, вас, спросить, а вот, вы пишите, что, помогали, человеку, да? А, ну, для чего вы ему помогали, а, чтобы, помогали ли вы ему, условно говоря, от, чистого сердца, к примеру? Или, помогали ли вы ему, еще по какой-то причине? Вот. Попробуйте себе, тоже, на этот вопрос, ответить. На мой взгляд, это важно. если вы, конечно, хотите, в себе разобраться, если вы, конечно, как-то вот, ну, понять себя, что ли, в этом смысле. я, просто, не знаю, насколько и, куда вы, хотели бы двигаться. то есть, ну, в каком, допустим, направлении, вы хотели бы идти. Вот. Поэтому, было бы очень хорошо, если бы вы, этот момент, постарались бы, прояснить. значит, ну, прояснить. Вот. Такая вот. история. На этом всё. Я надеюсь, что, вам это было, интересно, и, полезно. Я желаю вам, всего самого, доброго, и удачи. Буду вам, благодарен, за, обрятную связь. По, моему ответу, это, позволит вам, на, начать, над, собой работу. Вы, большой, молодец, что написали, о своей проблеме. Теперь, дело, осталось за мало.